Всем доброго здоровья, друзья! Сегодня воскресный денечек, с чем я вас тихо-сердечно поздравляю! Так, все, кормежка временно закончилась. Я хотел рассказать о чудных делах Божьих, которые происходят в нашей жизни. Они конкретно связаны с козами, с нашими. Какое-то время назад у нас был ролик, когда у нас случилось такое происшествие, первый раз за 7 лет нашей жизни в деревне, когда у нас козы ушли с нашего хозяйства, потерялись полностью. А случилось это при следующих обстоятельствах. Вот козы, ну для тех, кто не знает, это такая скотина, ну как бы пакостная она, по всей видимости. Вот так Бог создал, наверное, козы, там что-то с горами связано, что они везде прыгают, везде куда-то лезут. Вот, и, значит, пакостная-то пакостная скотина, то есть она может зайти в чужой огород, где-то что-то там покушать, испортить, но обязательно придет домой. Вот, но, например, бараны наоборот, они если уйдут, все, они не придут. Они голову вниз упрутся и там куда-то по ветру идут. Значит, было дело такое, что мы тут последнего быка кололи, вызывали кольщиков, все. Значит, эти козы, какое-то время назад мы их отпускали просто вот там, отпустим, они тут сейчас осень, и они в пределах видимости где-то ходят, что-то едят, так, посмотрим за ними. Вот, у меня дома не было, я отсутствовал, уезжал в город. И, значит, когда вечером уже приехал, ну, супруга сообщила, что козы, говорит, так и не пришли. Ну, думаю, ладно, думаю, ну, где-то здесь рядом. Я, главное, в темноте их походил, поискал, но не нашел. Они ночью не ходят, не уходят никуда, то есть они ночью где-то вот останавливаются. И все. Потом на следующий день, то есть они не пришли, на следующий день я сел на машину на УАЗик, мы тут ездили-ездили вокруг, за нескольких километров Акол, и все там, все проискали, ничего не нашли. И потом уже вечером, часов 10, нам, значит, сообщают, сообщили в ближайшее село Корчино, что, говорит, 10 коз видели возле, там вот есть село Катниково, до туда 20 с лишним километров, и там бригада есть, Катниковская, так называемая. То есть, ну, в поле там стоит база такая этих фермеров. И вот видели, говорят, их там. Ну, мы вот, у нас было видео на эту тему, мы собрались в этот вечер, быстренько поехали туда с фонариками, все. Но, к сожалению, ничего мы не нашли. Вот, может быть, фонарики были слабые. В общем, искали их с одной стороны лесопосадки, а они прятались с другой. Вот, и потом, когда мы на следующий день утром пришли, приехали опять туда же, потому что, ну, сказали, что видели их в лесопосадке, мы едем потихонечку, супруга смотрит, вот, и бах, увидели, точно. С другой стороны, они кучкуются. Вообще, они в козле, то есть, это как, ну, социальные животные, собственно, как и все они. Ну, вот эти как-то более прям сильно у них выражено. Вот так одну козу выпустишь, все, будет орать там. Поэтому они всегда все вместе. Сказать, что там кто-то от них отошел куда-то, ну, вряд ли. Ну, вот, и, значит... Так, не мешай. И мы их, это, значит, увидели. Давай их ловить. Когда подошли к ним, смотрим, а их уже не 10, а 8 штук. Ну, так покричали, покричали, этих всех поймали. Поняли, что остальных нету. На некоторых козах кровь была. Ну, как вот, чуть-чуть там, вот у этой козы, вот она, значит, у нее рог был один, второй сломанный. Ну, видно, что он не в ту сторону повернутый. Он держался на месте, он не в ту сторону был. И они все какие-то такие испуганные, какие-то такие дезориентированные. У нее рог в земле был. То есть, что там происходило? Вот. Ну, судя из того, что, когда мы вечером приехали, значит, на базу туда, и там один из работников говорит, а мне тут мужики говорят, бери себе козу. Он говорит, а куда я ее себе, на пятый этаж, что ли? Вот. Не хочу грех на душу брать, но такое ощущение, что двоих коз просто кто-то, ну, кто-то себе взял. То есть, взял там на мясо. Зарезал, убил, не знаю. Может быть, это охотники были. Может быть, это еще кто-то. Вот. Не мешай. И сказать, что их волки съели. У нас волков нет вроде. Там собаки какие-то. Ну, может быть. Может быть. Не знаю. Но козы ушли слишком далеко. Это не характерно для них было. То есть, что-то случилось, я не знаю, что. Быка кололи кровь. По всей видимости, ну, как бы животные пугаются этого. Может быть, еще какие-то факторы. В общем, до этого тоже быка кололи. Тоже они гуляли. И потом вернулись, как бы, там, свиней колем. Ну, то есть, ничего такого нет. А тут, видать, что-то, видать, еще произошло. Не знаю, что. Ну, в итоге мы потихонечку благополучно коз поймали оставшихся. Привезли домой. Все. Живем дальше. Потом проходит буквально, ну, день-два буквально проходит. Мне на телефон звонок. Неизвестный номер. Беру. Говорит, доброго здоровья, Алексей. Женский голос. Представилась. Фамилия, значит, все. А это, значит, с Барнаула, с нашей церкви. Там, ну, человек, женщина. Вот. И, говорит, это, то есть, я нигде ничего не говорил. Ролик еще не выставлял. Потому что, ну, ролики мы попозже выставляем. Там, пока все сделаем. Вот. И это она говорит. А я, говорит, свое хозяйство, в общем, закрываю. Она в городе живет, там, ну, на окраине. И, это, знаю, что у тебя козы есть. Вот, возьми у меня, говорит, три козы. Хорошие козы, говорит, вот. Одна взрослая и два подростка. Два подростка, там, помесь с этими, с нубийцами. Отец у них нубийц был. Вот, кстати, вот эта попрошайка. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Копейка, на. Вот. Ну, я так, сначала, так, первая моя реакция, такой, думаю, так, как бы, куда мне чего. Как бы, так, сразу, непонятно как. Ну, первые секунды. А потом, думаю, ну, человек отдает. Вот. Она, говорит, только доставку, только сам организует. То есть, у меня машины нет. Я говорю, ну, ладно, думаю, это потом, как бы, соображу, найду. Вот. И все. И потом подумал, думаю, а что, думаю, мы потеряем козы, как бы, вот, у нас две пропали. Ну, вот. А тут трех предлагают, хороших. Одна прям такая прям хорошая, которая вот, ну, дойная. У нас, у нас, получается, пропали одна хорошая такая. Коза такая прям это, ну, как, как ее, мамашка, в общем. Она уже не первогодок, уже там, она такая полуручная прям, ну, хорошая коза тоже от хорошей матери. Вот. По всей видимости, ее кто-то позвал, подманил, может, и взяли. И вторая подросток. Вот. И вот больше-то жалко ту, которую мамашка была. Все. Ну, и что? Все договорились с этой женщиной. Я там нахожу знакомого в ближайшем селе. Берем там машину у него. То есть он мне помогает. Все. Едем в Барнаул, берем этих коз, привозим. И все, слава богу. У нас вот три козы. То есть я к чему-то хотел сказать, что, как Господь все чудно устраивает, почему там вот так произошло, ну, бог весть. То есть понятно, что, как бы, мы каждый за себя должен смотреть, что, ну, по нашим грехам, значит, вот что-то Господь там вразумляет как-то вот таким образом, посещает нас. Ну, вот. И тут же такое вот невероятная, значит, такая помощь, которая, как бы, ну, даже, даже я даже не думал, не мыслял, я вообще не думал ни покупать, ничего. Думаю, ну, пропали, пропали, там свои народятся, вот. А тут вот так вот забесплатно, говорит, только, говорит, приехай, сам забери. Вот, и все, и козы-то хорошие. А я спросил, говорю, а почему не хотите продать? Говорит, да потому что уже, это, объявления уже, ну, забиты всеми этими козами, никто не берет их. А я, говорю, знаю, что у тебя есть, возьми, прям, милое дело. Ну, и все, и так, все по-доброму, как бы, мы там что-то людям тоже дали, вот, и коз привезли, слава Богу. Вот такие хорошие ушастики у нас теперь появились. Так что, к чему это все говорю, что надо надеяться на Бога. Вот, конечно, мы молились, молились, чтобы, во-первых, когда потерялись, молились, чтобы Господь помог найти, потому что, ну, козы дело хорошее. Всю семью кормят, еще и денежки, как бы, зарабатываем. Вот, особенно, ну, в летний период, понятно. То есть, по силам. Можно больше держать, можно там меньше, не знаю. Вот, это и козлята вырастают, и мясо козье. То есть, это такое супер диетическое мясо полезное. Вот, поэтому, что можно сказать? Чудные дела твои, Господи. Слава Богу, что вот, когда Богу доверяешь, ну, и Господь как-то помогает. То есть, я сильно, ну, как бы, не это, не то, чтобы не волновался, а волновался, но как-то, ну, сильно такого не было, что прямо, а, вот, конец света, все там пропали. Ну, нет, ну, погибли там, как-то кто-то их забрал, умерли, я не знаю где, вот, потерялись они. Вот, ну, это явно, что они не просто отбились, потерялись, а что-то с ними случилось, кто-то их куда-то делал, в общем-то. Погибли, вот. Вот, ну, там потеряли, а тут еще больше приобрели. Поэтому, слава тебе, Господи. Все, всем желаю тоже веры в Бога, доверять, то есть, вот, доверие Богу, ну, вера, да, должна быть, вот, во всех случаях. Плохой ли это случай, то есть, неизвестно, почему это вот. Там, не надо там роптать, как говорится, а вот, там, почему мне это, за что там. Ну, все, нашей истории конец. Благополучно она, вот, закончилась, именно та история с пропажей и с обретением новых. Так что, слава тебе, Господи. Вот, а мы живем дальше. Мне тут именно ей вот эту надо. Все, всем желаю благополучия и доблагословить всех Господь. Храни вас Бог. Пойдемте, допушим. Ну, кто еще смелый? Ну, кто еще смелый? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...